Юрий Рашкин, политичный язвец Путин, кстати, в Америке. Юрий, здрасте, рад вас видеть, рад приветствовать. Здравствуйте, Юрий, очень рад приветствовать вас и ваших зрителей, слушателей «Слава Украине». Юрий Рашкин, спасибо огромное, что вы с нами. Вы знаете, важнейшая тема, топ-новость, конечно, этих двух дней последних – это события в Курской области. Известно о том, что украинские военные сейчас продвигаются. По разной информации, от 11 до 15 населенных пунктов уже под контролем ВСУ. ВСУ ДРГ доходит там фактически вплоть до окраин города Суджа, это важнейшая история. Есть пленные, есть подбитая техника, есть очень много военных успехов с этой точки зрения. Я хочу вас спросить, пишут ли что-то об этом западные СМИ? Вот в Америке что-то пишут об этом? Как вообще западные там могут отреагировать? Ну, сказать честно, что я спасибо, благодарю вас за то, что предупредили, что мы вообще об этом будем говорить, потому что в Соединенных Штатах сейчас просто все покрыто Камалой Харрис и Тимом Уолтсом, и мы к этому вернемся. Но по поводу Курска, тут интересный момент, потому что мы видим, что с одной стороны Украина добивается неожиданных успехов, и Россия валится на глазах, и как там губернатор передает это под ручное командование Путина, как все там начинают паниковать. Это прекрасно наблюдать. Но с другой стороны, надо отметить, что есть эксперты, которые упоминают в тех же новостных репортажах, которые не понимают, какую цель Украина пытается тут достичь. И они просто смотрят на фронт, и они считают, что это, возможно, удлинение линии фронта, и в каком-то смысле это может даже растянуть ситуацию и потратить нужные силы, растянув их на более большую территорию. Но это так, как это выглядит из Соединенных Штатов, и, естественно, ситуация на Земле может выглядеть по-другому. И мне кажется, что вот именно те человеческие моменты, когда момент переходит из одной стороны в другую, и, как мы видим, у демократов сейчас, и это говорит о том, что это возможно в принципе, что момент, так же, как у Украины были моменты, когда вдруг все пошло в сторону Украины, и тогда уже был вопрос о том, когда же остановиться. Поэтому это приятно видеть, это хорошая новость, но надо учитывать, что американские и не только западные специалисты по войне пытаются понять логику этого действия в большой картине того, что происходит. Вы знаете, я вам могу сказать, если вдруг у вас будут эфиры в дальнейшем по этой теме, вот обсуждают в нескольких плоскостях, это может быть связано с тем, что есть непростая ситуация на Востоке, нужно тянуть войска, чтобы Россия их перебросила к себе в Курскую, есть там атомная электростанция, например, чтобы взять ее под контроль, допустим, потому что россияне взяли нашу атомную электростанцию под контроль в Запорожской области, и таким образом ее попытаться обменять. Фантастическая история, не фантастическая, не знаю, но вот такие версии обсуждаются. Есть история связана с тем, что, возможно, близятся какие-то мирные переговоры, и нужны какие-то новые козыри, вот эти козыри нужно доставать вот таким именно путем. Вы знаете, Юрий, я бы тогда, наверное, подумал о том, что мы вступили в принципе в такую серую зону непредсказуемости, потому что мы находимся в последние месяцы администрации Байдена, и мы знаем, что всех этих людей в принципе заменят, но это не означает, что они теперь меньше будут думать о Соединенных Штатах. Они теперь будут чуть-чуть меньше думать о том, как это что-либо отразится на выборах, хотя они не хотят навредить, но они в принципе думают о безопасности Соединенных Штатов и о том, как они могут достичь безопасности для Соединенных Штатов, даже, как сказать, в каком-то смысле у них больше безопасности, уничтожив и понизив возможности России еще больше за остающиеся месяцы. Это, например, может просто помочь президенту Камеле Хавис, потому что тогда ей, когда она будет этим заниматься, войной с Путиным и противостоянием Путину, и помощью Украине, и всему этому, Байден может очень помочь за эти несколько месяцев, когда он просто думает о том, как истории его будет вспоминать. И мы видим, что когда Байден думает об этом с исторической точки зрения, то вот и обмен заключенными, и другие факторы, и помощь Украине усиливающейся уже, говорит о том, что сейчас должны произойти какие-то вот в эти месяцы есть причины ожидать просто изменений. А если на этих выборах вдруг придет в власти Дональд Трамп, то тогда мы знаем, что он будет настаивать, чтобы были переговоры между Украиной и Россией, Путиным, его хунтой, бандой. И в результате, конечно, мы и так, Соединенные Штаты, хотели, чтобы Украина была в самой лучшей позиции за столом переговоров. Но если эти переговоры будут наброшены, как, я не знаю, ласса, на обе стороны, то тогда действительно сейчас важно, чтобы Украина, чтобы позиция Украины за этим proverbial переносным столом переговоров оказалась еще лучше. Так что, возможно, это связь с тем, что у Байдена осталось лимитированное количество времени до выхода. Это тоже вариант. Интересно очень. Позвольте финальный вопрос по этой истории, и пойдем дальше. К Амале Харрис, ее, возможно, новому вице-президенту. Ну, смотрите, вот, ну, с одной стороны, как Запад может отреагировать? Потому что мы знаем позицию Запада. Там говорят, война не должна распространяться за территорию Украины. В Украине люди думают наоборот. Если эта война не коснется граждан России, если она не перенесется на территорию России, ничего не будет, никто ничего не поймет. Россия не прекратит эту войну, они не будут ее ощущать. Поэтому она должна перенестись на территорию России. Поэтому вот первый вопрос, если позволите, как Запад может на это отреагировать? Осудить там, я не знаю, реально возможно, позвонить в Киев, попросить прекратить операцию. И второй, а не помешает ли вот эта операция? Ну, повлияет ли она как-то на выборы? Давайте вот так вот спрошу. Ну, потому что обычно кандидаты, которые выходят, они говорят, слушайте, нам удалось прекратить эту войну, голосуйте за меня упрощенно, да? А вот эта история, она как-то повлияет на Камалу, как думаете? Смотрите, Дональд Трамп уже привык говорить, что ни одной проблемы в мире не было бы президентом, не было бы, если бы он был президентом. Что Россия бы не напала бы на Украину, я не знаю, Иисуса Христа бы не распяли, если бы Дональд Трамп был президентом. Поэтому у него такое полное сейчас переписывание истории, когда что бы ни произошло, а когда выпустили заключенных, он сказал, а я бы это сделал подешевле. Окей, это вот ты всегда будешь критиковать людей за то, что ты недоволен, потому что это не ты сделал. Мы тебя поняли, Дональд, ты вот думаешь только о себе. Но в данной ситуации, я думаю, что если бы произошла вот такая Россия, вдруг начала разваливаться, как она вполне может развалиться в любой момент, и вот мы представим себе, что это происходит между сейчас и выборами в ноябре, то тогда было бы больше разговора о победной политике администрации Байдена Харрис. Но, в принципе, мы видим, вот вчера было просто историческое, мне кажется, выступление человека, который должен быть следующим вице-президентом. Замечательный человек, но ни слова он не говорит про, ну, ни союзников, ни Украину, ничего. Это даже учитывая, что Тим Уолтс провел свой медовый месяц и начал преподавание в Китае. И говорит по-мандарински, китайски. То есть это вообще, внешняя политика не является частью избирательного курса, и насколько это возможно, потому что если наша внешняя политика начинает зависеть от наших политических предубеждений, то это нехорошо. Внешняя политика должна как-то существовать вне внутренней политики, насколько это возможно, хотя Трамп пытается все затянуть на себя, все, любое одеяло перетянуть на себя. Поэтому это вот то, что по поводу победы Украины и как на это будет реакция в Соединенных Штатах. Конечно, это будет радость со стороны демократов. Конечно, это будет подтверждение того, что политика сработала. И, конечно, Трамп будет говорить, что при мне это было бы дешевле. А с точки зрения Запада, я думаю, что Запад наблюдает за этим и надеется, что, ну, Путин сдохнет до утра, потому что все это очень опасно. И если эта война выльется за пределы Украины, то, с одной стороны, я могу понять украинцев, которые будут понимать тогда, что есть другие люди, которые очень лично заинтересованы в том, чтобы российский рейх рухнул. Но с точки зрения людей, которые не в войне в данный момент, они бы очень были хотели, чтобы и вот это пламя ограничилось соседским домом, а не перебрасывалось на их дома. Но если мы видим, что этот пламя вдруг перебрасывается на дом поджигателя, который каким-то образом вот просто оказался просто соседом этого горящего дома, и теперь у поджигателя дом горит. Ну что ж, кто-то хочет звонить в пожарную команду пожарным? Ну, не особенно, как бы он же является проблемой для всех нас, этот Путин, говорят европейцы. Поэтому, в принципе, никто ничего хорошего не желает. Тут вопрос только, чтобы он не начал какую-нибудь там ядерную войну, по-больному не отреагировал. Но, в принципе, это как бы наоборот так же, как с демократами и с выборами. All hands on deck. Все должны на палубу, чтобы помочь Кэмбри. Тут как-то такой спешки, я не думаю, на палубу будет. Как-то так. Ну, смотрите, у Путина проблемы. Ну что ж, я думаю, что если бы Путин думал другим местом и не начинал войну, то, возможно, у него были бы другие последствия. Если бы он развивал российскую экономику, то там были бы другие последствия. А когда страна занимается тем, что она атакует соседей и начинает войну, то у нее такие последствия. Это все очень закономерно. И мне кажется, что с точки зрения Запада просто наблюдается. И было бы хорошо, если бы пожар закончился тем, что сгорел дом поджигателя. Потому что мы понимаем, что любое остальное решение – это фальшивый мир, как сказал Антони Блинкен. Поэтому Европа наблюдает с интересом и надеждой, но при этом с опаской, чтобы ситуация Украины как бы не ухудшилась, чтобы не было такой радости, которая не поддерживается, не обоснованной радости. И мне кажется, в этом смысле просто Запад очень осторожно наблюдает. Но как, только за Украину. Вы упомянули Тима Уолтса, которого Камала Харрис выбрала в качестве вице-президента, кандидата в вице-президенты. И вы вспомнили его выступление, если я ничего не путаю. Я хочу вас спросить, позиция по Украине сейчас неясна, какая у него позиция по Украине. Непонятно. Позиция губернатора Уолтса в Миннесоте по поводу Украины достаточно однозначно. Он за Украину. У него в штате большое количество украинцев. Он Средней Америки. Он понимает разницу между демократией и диктатурой. И в 22-м году он подписал приказ о том, чтобы Миннесота разорвала все свои связи, то есть забрала все свои государственные деньги из России. Я уверен, что это было не так уж много, но он подписал официальный указ об этом. Он не прятался, он не говорил, какой гениальный Путин. Он поддержал Украину. Так, как он мог, на той позиции, которая у него была. Сейчас он, да, вчера его, ну, мы с вами записываем, вчера у него была невероятная речь, которую, когда его представила Камела Харрис американскому народу, я даже просто настолько сам и смеялся, и прослезился, что решил, что нужно важно вот такую речь донести до русскоязычной публики. И продублировал всю речь, и, судя по цифрам просмотров, люди почувствовали. Они были вдохновлены как-то так же, мне кажется, как и американцы были вдохновлены этой речью. Это человек, который у него более 20 лет военного опыта. Для меня это было ключом для понимания ситуации, угрозы России. Нам нужен хотя бы вице-президент, у которого есть четкое понимание военной угрозы от России. И раньше у нас для этого были республиканцы, но теперь республиканцы решили стать трампистами, а Трамп за Путина, как сказала Нэнси Пелоси, у Трампа все дороги ведут к Путину. Поэтому теперь единственная возможность для поддержки национальной безопасности – это найти разумного демократа, который, ну, вот, с одной стороны, он студентов возил в Китай, потому что сказал, я понял, что Китай – это превосходящие силы, поэтому я поехал к ним. И с другой стороны, он говорит по-китайски, и он там провел медовый месяц, он там начал преподавать. А с другой стороны, он четко понимает угрозу Китая. Поэтому вот такой, так сказать, не боязнь, не страх, а понимание, мне кажется, очень важно в принципе. Это хороший баланс для этого тикета президента и вице-президента. Так что Тим Уоллс, мне кажется, как любой другой демократ. У демократов есть, кстати, определенные, которые протестуют против Израиля. Но против Украины найти, как я пытаюсь сообразить, если есть какие-то маргиналы в демократической партии, есть Майк Куигли, который отказался голосовать за что угодно, это демократ в Иллиной, конгрессмен, за что угодно, если это не включает помощь Украине. Ну, окей, это вот такие, так сказать, маргиналы за Украину. Но, в принципе, любой демократ будет поддерживать Украину. Так же, как практически любой республиканец будет искать способы остановить помощь Украине. Потому что пока Дональд Трамп контролирует республиканскую партию, республиканская партия будет отражением Дональда Трампа, ну и так далее по списку. Поэтому, мне кажется, что сейчас ситуация очень однозначная и очень ободряющая. Потому что мы жили, начали это лето в такой ситуации, когда Дональд Трамп шел к нам как президент, и это было как-то страшновато. Мягко говоря, люди стали мне напоминать людей, которых я встретил в Москве в 19-м году, когда они все стали рассказывать про какие у них есть запасные аэродромы и куда они могут эвакуироваться в случае проблем. Вот как-то вот так люди жили. И потом выяснилось, что они использовали свои запасные аэродромы и эвакуировались многие из них. И мы жили слегка вот в таком начинал, я узнал этот запах в Соединенных Штатах, когда люди говорят, а как жизнь в Канаде, а как жизнь в Мексике? И это прошло. Теперь люди говорят, нет, я горд быть американцем. Когда люди скандируют USA на ралли президента и вице-президента демократов, это очень ободряет. Потому что патриотизм мы очень долго как-то потеряли и отдали республиканцам. Они захватили флаг, стали им размахивать. А мы сейчас у них этот флаг отбираем обратно. И мне кажется, это очень важно для страны, вот этот контроль над флагом. И демократы сейчас отобрали его обратно. А это означает западные ценности, либеральная демократия. Это анти-Трамп, анти-Путин, анти-Орбан. А детали. Мы не можем сейчас предсказать, какие кризисы развернутся перед этим президентом и вице-президентом после того, как они станут президентом и вице-президентом. Это, к сожалению, нормальная реальность жизни. Когда мы избираем людей, базируясь на тех проблемах, которые перед нами стояли, а они потом решают проблемы, которых они еще не знали, возможно, в тот момент, когда избирались. Но я уверен, что Камала Харрис и Тим Уоллс – очень хорошо подготовленные команды. Кстати, интересно, что Камала Харрис намного более хорошо образована, чем Тим Уоллс. Интересно. Слушайте, ну, в другом лагере, да, вице-президент Джей Ди Венса и Дональд Трамп начали с первых секунд буквально кампанию по дискредитации Камалы Харрис. И вот, конечно же, Украину тоже они в этом контексте упоминают. Например, Джей Ди Венс говорит, что если вы хотите принести мир в этот регион, имеется в виду в Украину, нужно, чтобы с Владимиром Путиным вел переговоры человек, которого он уважает. Кто-нибудь здесь может подумать о том, чтобы Владимир Путин уважал Камал Харрис? Если бы журналисты не написали, что это Джей Ди Венс, я бы подумал, что это Дональд Трамп сказал после этого праздника. Знаете, это интересно, потому что Джей Ди Венс будет говорить такие вещи. И более того, его сейчас посылают в погоню за Камалой Харрис, потому что Трамп сидит дома в Мар-Лагу, отдыхает, а потом поедет на фандрейзер в пятницу в Монтану, который он и так выиграл 56%, а в это время Джей Ди Венс должен догонять Камалу Харрис и Тиму Уоллза, устраивать какие-то ралли. И мы видим, вот я слышу от вас, что он делает попытку звучать как Трамп. Но он не выглядит как Трамп, хотя он тоже носит косметику. Сейчас говорят Тим Уоллс. Это единственный человек, который избирается президентом и вице-президентом от любой партии, который не носит косметику. Так что все остальные, вот как-то так у них получилось. Джей Ди Венс старается, но его попытки как-то не работают. Почему дают мне надежду, что победа над трампизмом связана с победой над Трампом. Потому что когда не будет Трампа, все остальное – это такое бледное отражение. Когда Джей Ди Венс рассказывает, что нужно договариваться… Я не знаю, кто придет на ралли Джей Ди Венса. Все хотят прийти, республиканцы, на ралли Трампа, а приходить на Джей Ди Венса. Поэтому он пытается, он старается, он придумал эту невероятную фразу про то, что бездетные кошатницы пытаются править миром, и они социопаты. Посмотрите на людей, которые заправляют страной, у них нет детей, есть только кошки. Ну, это взбесило, это взбесило людей. А Дональд Трамп такие вещи, казалось бы, заявляет несколько раз в день до ужина, и вроде бы ничего. Но, может быть, Дональд Трамп понимает разницу лучше, чем Джей Ди Венса, о том, кого и как нужно критиковать, и не всех бездетных кошатниц, а именно Камалу или Кэммалу, как они там пытаются ее произнести неправильно. Это вот полное, как вам сказать, специальное издевательство над человеком. И, как вам сказать, я пишу Путина с маленькой буквы, я пишу Трампа с маленькой буквы, но я не говорю «Дональд Трампо», ну, можно говорить «Трампон». Ну, я не знаю, как, наверное, площадка, платформа. И мне кажется, что когда человек, который избирается президентом, не такой, знаете, как сказать, аналитик, скажем так, новостей, который об этом рассказывает в красочном тоне, знаете, иногда с наушниками, иногда, значит, посылает всех, и меча. Это, ну, политики так себя не ведут. Так, это нормальные официальные люди. Поэтому Тим Уэллз и сказал, они такие странные, какие-то чокнутые эти республиканцы, шизанутые, что очень сработало. Так что надежда на то, что Тим сможет окрасить республиканцев той яркой красной краской, чтобы люди их обходили издалека. Посмотрим, чему это приведет. Но люди вдохновлены. И мне кажется, что сейчас Джей Ди Вэнс выглядит очень печально, потому что он как бы подделка всего того, что Тим Уэллз является на самом деле. Потому что Джей Ди Вэнс, он говорит, что он реднек. Ну, не реднек, он близко к реднеку. Мы знаем, есть карта, он вырос тут, не там, не Аппалейшо. Не надо, он, значит, придуривается. С другой стороны, он окончил Йейл. Какой-то реднек. Ты никакой не реднек, хотя ты быдло. Да, значит, Йейл не работает. И вот вся такая биография Джей Ди Вэнса распадается на части. А в это время есть Тим Уэллз, который реально учитель, реально член национальной гвардии, реальный губернатор. Сказать, это большая разница абсолютно не в пользу Джей Ди Вэнса. Поэтому демократы просто потирают ручки. И как сказал Тим Уэллз, сам на своей речи, что я не могу дождаться дебатов с этим парнем, если он, конечно, найдет время слезть с дивана. Хорошо. Издание «Политико». Ну, знаете, нужно уточнить, потому что не все знают, что у Джей Ди Вэнса была контроверсия, что у него были отношения с диваном, сексуальные отношения с диваном, что он это описал в своей книге, и что он, значит, занимался сексуальными отношениями с диваном, засунув туда какую-то резиновую перчатку. И что потом выяснилось, что это неправда. Но об этом так долго говорили, что это стало... Понимаете, люди верят в обвинения, которые совпадают с их опасениями и предположениями. Поэтому, когда про Байдена стали говорить, что он слишком стар, ну, мы так и думали. И когда про Джей Ди Вэнса сказали, что у него был секс с диваном, мы так... Я знал. Я знал. Так что теперь он отнекивается от этого, а вице-президент Кэмэл Харрис над ним его троллит за это. Кстати, когда вообще в украинском информационном пространстве появилось имя и фамилия Джей Ди Вэнс и дальше приставка «Возможный кандидат в вице-президент» и первая новость, которую я прочитал, это эпизод с этим диваном. Ну, как-то так, в общем. Юрий, политику. Издание «Политику» приводит там какие-то, в общем, интересные детали разговора Зеленского и Трампа и пишет о чем? О том, что справедливого мира для Украины пообещал Трамп Зеленск. Как вы думаете, а что в понимании Трампа «Справедливый мир» для Украины? Мы видим раз за разом, что с точки зрения Трампа то, что хочет Путин, является справедливым и правильным. И это он заявил в 2018 году в Хельсинки, когда его спросили, вот ваши все разведательные агентства говорят, что Путин вмешался в выборы. Трамп говорит, а Путин мне говорит, что не вмешался, я не вижу причин ему не верить. Поэтому в данной ситуации и предвзятие тут явно на стороне Трампа и Путина. Сейчас, понимаете, то, что Трамп все время пытается и пытался сделать, это нагнать страх. Он запугал республиканскую партию до такой степени, что они отдали ему номинацию и сидят в луже, в углу и сосут палец. Он пытается запугать американцев, и американцы на этот страх, знаете, как ответили? Камелл и Харрис и Тимом Уолзом. И теперь мы не боимся, теперь у нас радость вернулась, и надежда вернулась. Трамп пытается запугать Украину. Он пытается запугать весь мир, сказать, что если я приду, будет еще хуже. Если вы со мной будете спорить, если вы будете меня критиковать, то когда я приду к власти, я вам покажу, вы еще пожалеете. Как на это реагировать? Можно по-разному. Можно ему звонить, можно ему умолять, можно звонить каждый день с утра и говорить, Дональд, ты спал хорошо? Потому что я люблю тебя, Дональд, ты прекрасен. А можно сказать, фиг тебе, я тебе знаешь как, мы, я не знаю, без тебя решим эту проблему, трус несчастный. Поэтому каждый решает проблему с Трампом, как считают нужным. И мне кажется, что от украинцев, украинцев мне кажется, трудно запугать. Люди, которые вышли на Майдан не раз, которые избавились от своего диктатора, не будут бояться американского диктатора. Но иногда, и особенно того, который даже не является действующим, это человек, который хочет, чтобы у нас есть масса желающих. Правда, он, да, он кандидат на республиканской партии. Но я бы сейчас готовился к будущему, возможному будущему при Трампе, не тем, чтобы договаривался с Трампом, а пытался, наконец, подумать о том, как себя обезопасить от Трампа и от Путина. И понимать, что несмотря на то, что Украина не может вмешиваться в американские выборы, люди, которые живут в Соединенных Штатах, которые думают об Украине, должны понимать, если они проголосуют за Трампа, это уничтожение Украины собственными руками. И если у вас такая вот легаси, вы хотите так, чтобы о вас так думали, и это было тем, что вы сделали, голосуйте за Трампа. Но даже Тимоти Снайдер, который, с одной стороны, ну, как сказать, даже, он очень уважаемый человек, я его очень уважаю, но он говорит вещи такие, с которыми мне трудно согласиться, он говорит полпроцента населения в штате Мичиган, это люди с украинскими корнями. Один процент населения в Пенсильвании, вот ключевые штаты для выборов, это люди с украинскими корнями. Если они проголосуют за Камела Харрис, то они спасают Украину. А если они проголосуют за Трампа, то они ее уничтожают. И он как бы надеется, что люди это поймут и услышат. А это не факт. Это совсем не факт. Потому что российская зомби, пропагандистская машина уничтожила мозги людям поколениями. И образовательная система, и армия, и вот это весь русский мир. И поэтому здесь сидят радикализированные русскоговорящие люди, которые наоборот думают о том, как либо уничтожить Америку, либо о перевороте, либо... Вот это просто, знаете, мы так думаем о радикальных исламистах. А я смотрю на русских, я понимаю, что с одной стороны они люди вежливые, и не нападают, и в тюрьме занимаются гимнастикой, и они пристают к другим. Но каждый совершает преступление по-разному. И то, что делает Россия, конечно, является военным военным преступлением, за которое она понесет наказание. Знаете, не хотелось бы много у вас времени отбирать, но есть еще две темы, которые хотел бы с вами обсудить. И вот одна из них состоит из двух аспектов. Первая – это новость о том, что в Госдепартаменте подтверждают, что передали F-16 авиатру Украине, и Мэтью Миллер об этом говорит. И тут же говорит, но мы не позволяем бить вглубь территории России. Вторая новость. Там стало известно о том, что в начале лета Украина могла использовать американское оружие, таким образом уничтожить российскую технику. Там огромное количество самолетов, они были в одном месте, их скопили в одном месте на аэродроме. Мы могли это сделать, тут же позвонили в Вашингтон, но нам отказали. Нам просто отказали, потому что боятся, видимо, эскалации. Я хочу вас спросить, это и есть истинная причина? США просто боятся эскалации, поэтому не разрешают полной мере реально использовать весь украинский потенциал военный. И второе. Может ли эта позиция быть пересмотрена с новой администрацией? Кто бы не пришел к власти? Ну, во-первых, это интересная такая разница в переводе, потому что то, что вы говорите «боятся эскалации», в США по-английски называется «забота о ядерной войне». По-другому это смотрится, потому что есть ли у вас богат или нет. И мне кажется, что нужно все-таки признать, во-первых, я хочу поблагодарить не только, знаете, да, я рад провести с вами время, Юрий, но я хочу поблагодарить наших зрителей и слушателей, которые продолжают проводить с нами время и жмут лайки, и подписываются на ваш канал, и на мой канал. Спасибо вам, друзья. А по поводу Украины, США и политики Байдена, мне кажется, что так же, как есть разница между management and solution, то и другое переводится на русский как решение, но одно как бы вот решение неизлечимой проблемы. Вот мы вот решаем ее каждый день, как вот себя вот так жить, учитывая, что рядом Россия. Это тоже является частью решения. А есть решение, когда мы так ее решаем, эту проблему, чтобы Россия больше не нападала и не думала нападать на соседей. И то и другое является решением. И сейчас, мне кажется, что есть разница между безопасностью и победой. И насколько я вижу, Америка, поскольку Америка страна демократичная, демократическая, и заботится о мирном населении, то задача главная, мне кажется, для американских военных, это снизить жертвы среди мирного населения и сделать, обезопасить мирное население, чтобы жизнь могла продолжаться в стране, которая при этом ведет войну. И исходя из этого, из того, что я слышу, главные города Украины становятся более безопасными. И это важная задача, и я рад, что это происходит. А то, что мы говорим об атаках на Россию и о том, каким последствиям это может привести, то тут я хочу сказать, что мы стоим на пороге, когда вот эта глава, которая в Соединенных Штатах, вот каденция Байдена, могло бы еще быть 4 года, но не будет. Это очень четкая глава, которая, мне кажется, будет отличаться от предыдущих и последующих глав американской истории. Президент Байден всегда, в последние, я не знаю, сколько лет, был заинтересован в успехе Украины. Лично. Он был в Украине, он знает Украину, лучше, я не знаю, занимается политикой Украины дольше, чем Зеленский. Поэтому мне кажется, что это очень важный союзник именно для Украины. Да, Кэмэл и Харрис знакомы с Зеленскими, когда люди, вот знаете, меня обвинили в том, что почему только вице-президент приехал на саммит мира? Ну, извините, возможно, это следующий президент Соединенных Штатов. Возможно, это была хорошая возможность улучшить отношения, вместо того, чтобы бодаться с воротами. Но я думаю, что это и было улучшением отношений. Мне кажется, что это больше мы с вами, разговаривающие люди, обсуждают такие детали. А когда два человека, два важных политика оказываются в одном месте, и они понимают, что у них схожие интересы, то, мне кажется, они имеют тенденцию находить общий язык. И Кэмэл Харрис будет поддерживать Украину, и Тим Уоллс будет поддерживать Украину. И я думаю, что Тим Уоллс будет поддерживать Украину еще больше, потому что он очень, как вам сказать, очень принципиальный, моральный, этичный человек. И это то, что мы о нем поняли. А такой человек, этот человек, это наш человек, он за Украину. По-другому такого не может быть, потому что мы видим, как Трамп против Украины, и он ведет себя как человек, который ненавидит американские законы, ненавидит американскую мораль, ненавидит американские ценности. Поэтому, когда я вижу нормального, адекватного человека, я знаю, что он будет за Украину. Но Кэмэл Харрис, я подозреваю, может быть более осторожный, чем Джо Байден. Я не уверен, кто будет на месте Джейка Салована. Говорят, что, возможно, это будет советник по национальной безопасности, вице-президента Филипп Гордон, и, возможно, это будет еще более осторожная политика. Но, с другой стороны, просто Трамп. Поэтому, как вам сказать, все-таки надежда на то, что Россия разрушится, я понимаю, что это, как сказать, можно сказать наивно, но наблюдая политику Соединенных Штатов, которая нацелена на то, чтобы Украина устояла, я понимаю, что они не хотят, чтобы Украина разрушила Россию, чтобы Украина захватила Россию, чтобы, возможно, Россия распалась, потому что они хотят, чтобы Россия прекратила это наступление. А если Россия прекратила, потому что она развалится, ну, значит, по-другому не бывает. Мы как бы старались, и тогда, что будет дальше, не до конца понятно. Но Камела Харрис будет поддерживать Украину. Будут следующие пакеты помощи. Возможно, не будет той агрессивной эскалации, на которую решился Байден, потому что он решился на очень агрессивную эскалацию. И те, кто не согласны, те, кто спорит с этим с точки зрения Украины, не живут в Соединенных Штатах. И я понимаю, что этого недостаточно. Но это необычно для Соединенных Штатов так много помогать. Поэтому тот факт, что Трамп просто откажется помогать, это надо, вот это забывать нельзя. А то, как будет помогать Камела Харрис, я думаю, что это будет, с одной стороны, ответственно, это будет проукраинская позиция. Но мне интересно, если мы еще пожалеем и вспомним о дедушке Джо, спасибо деду за победу, посмотрим. Юрий, если есть еще пару минут, хочу попросить вас сказать о том, что вы думаете по поводу Ближнего Востока, к чему нам всем готовиться. Вы знаете, я провел интересный эфир с Виталием Портниковым, где мне десятки тысяч людей объяснили, насколько я неправ и насколько я не понимаю ситуацию, потому что я не живу в Израиле. Я не живу в Израиле. Я вообще еврей, только генетически. Моя идентификация все-таки американец, который говорит по-русски. Но Израиль это страна, которая очень близка моему сердцу, за которой я слежу и в которой у меня и родственники, и зрители, и друзья, так что это меня очень волнует. И то, что я увидел и услышал, это то, что сейчас израильтяне, с одной стороны, очень нервничают по поводу грозящей и надвигающейся атаки от Ирана и заявлений Ирана о том, что вот это вот есть наказание израильтянам, что они сейчас сидят и боятся. Но это такое заявление, честно говоря, от слабости. Это такая хорошая мина при плохой игре. Даже не хочу сравнивать то, что мы говорим о человеческих жизнях. Но я боюсь, что несмотря на все усилия Байдена сдержать этот конфликт, у нас люди, которые с обеих сторон, и от Ирана, и от Израиля, политики, которые ведут свои народы, Израиль даже сейчас больше, чем Иран, с моей точки зрения, на войну. И это потому, что Израиль считает, что они могут в этой войне легко победить. Поэтому почему бы не повоевать с Ираном и разрушить, и уничтожить его? Возможно, это, как сказать, я даже не против. Пожалуйста, have fun. Но я не уверен, что это сработает. Так же, как я не вижу, как работает война на Таньяху против Хамаса, когда нам рассказывают, что Хамас возрождается, то значит, это не работает. Я не говорю, что у меня есть другое решение. Я просто говорю, что то, куда сейчас движется Израиль, не работает, и это ведет к более большой войне. А как сказал Виталий Портников, быстрых войн больше не бывает. Поэтому если Израиль думает, что они за три дня уничтожат Иран, и после этого Иран будет тихо сидеть, «Ну, я желаю им удачи, это было бы прекрасно». Но есть определенные сомнения. Вот поэтому просто Соединенные Штаты хотят сдержать эскалацию, чтобы не началась региональная война, и защитить Израиль, чтобы Израиль не пострадал. Более того, есть с пониманием, что если Израиль пострадает, то, скорее всего, будет очень мощный ответ обратно Ирану. А это все нас ведет к большой региональной войне, в которой просто такое ощущение, что Биби на Таньяху и те люди, которых вот я слышу, заинтересованы, потому что считают, что это хорошо закончится для Израиля. Вот это, мне кажется, всегда опасным мировоззрением.